Белорусская революция затухает, кураторы требуют крови. Статья в журналистской правде за 10 сентября 2020 года. Григорий Игнатов. Перспективы белорусской оппозиции по-прежнему остаются уравнением со многими неизвестными. Если быть точным, в белорусском протесте неизвестным остается вообще практически все. Его реальные цели, которые явно отличаются от заявленных, его источники финансирования, его настоящие лидеры и организаторы, а самое главное – его стратегия. Все, что мы узнаем о ситуации и ее перспективах, это, как говорят в криптографии, продукт черного ящика. Непонятная и сложная система, которая выдает на выходе. Ясны только ей самые результаты. Почему Мария Колесникова решила покинуть Белоруссию? Насколько уверен в контроле обстановки Александр Лукашенко? И что заготовила оппозиция на следующие ходы? Какие козыри и приемы? Начнем с белорусского президента. 8 сентября он дал большое интервью российским средствам массовой информации. Rush Today, Первому каналу, Россия 1 и говорит Москва. Это обращение можно считать достаточно важным. Лукашенко продемонстрировал, что накал напряженности снижается, с автоматом уже ходить не нужно. А настало время, если не подводить окончательные итоги, то хотя бы сделать их предварительные наброски. Короче, положение стабилизируется. И хотя до окончания политического кризиса еще далеко, но ясно, что основные методы оппозиции не сработали. Не сработали забастовки, уличные шествия, разного рода самоувольнения и акции, давление с помощью наглядной символики. Все эти живые цепи, огромные флаги и так далее, а также провокации и истерия в адрес сотрудников правоохранительных органов. На все это, пусть и не сразу, и не без потерь, белорусская власть нашла управу. Поэтому у Лукашенко есть определенные основания для осторожного оптимизма. А вот у оппозиции оснований для оптимизма все меньше и меньше. Всеобщая забастовка и тактика выжженной земли, которую с такой помпой презентовала Некста, дается ссылочка. Вместо громкого выстрела прозвучали куда менее грозным звуком, или прямо скажем пуком. Европа ограничивается словесными заявлениями, которым последний диктатор Европы за 26 лет привык как к любимой бородавке. Как-то сложно убедить своих сторонников и в неизбежности нашей победы, решила Мария Колесникова и встала на лыжи. Относительно ее отъезда побега из Беларуси, есть две версии, официальная и оппозиционная. Специально ничего не будем цитировать из властных белорусских СМИ, потому что этого и не требуется. Картина, которую мы можем увидеть в изложении, скажем, «Радио Свобода» настолько бредовая, что сама по себе от противного лучу всего доказывает правоту заявлений белорусских властей. Итак, вот как якобы было дело. Предположительно, весь день Колесникова провела в КГБ. Встретились они с ней уже на нейтральной территории. Активистку насильно усадили в машину. Там она, по словам Кравцова и Родненкова, увидела свой паспорт и порвала его. После этого Колесникова вышла через окно автомобиля и направилась в сторону Беларуси. По словам активистов, после этого их пробовали задержать. Однако им удалось на высокой скорости добраться до границы с Украиной. Даже если быть максимально некритичным, вот прям совсем-совсем простодушным и наивным, все равно сами собой возникают вопросы. Как это вышло через окно автомобиля? Как это увидела свой паспорт и порвала его? Как это активистам удалось на высокой скорости добраться до границы? А где же во время всех этих действий находились сотрудники белорусского КГБ? Если рядом, ну, насильно усадили в машину же, то почему при их полном бездействии Колесникова рвала паспорт, вылезала вот эта картина через окно, а на водительском месте автомобиля, куда Машу усадили насильно, вдруг оказались активисты, которые дали по газам и увезли, надо думать, растерявшихся сотрудников КГБ прямо на Украину. Коротко говоря, никакие эти действия нельзя осуществить, если тебя кто-то реально контролирует. А если никто не контролировал, что гораздо более вероятно, то это таки побег. Эта версия в своем абсурде куда круче, чем даже перехват разговора Варшавы и Берлина. Что ж, очко в пользу оппозиции. И есть еще одно очень простое из собственных уз доказательства того, что если и не сама Колесникова, то два ее подручных, Кравцов и Родненков, имели все основания, причины и выгоды бежать именно на Украину. Они сами все рассказали на пресс-конференции в Киеве. По словам Кравцова, он и Родненков находятся на территории Украины легально. Они не планируют обращаться за политическим убежищем. У них есть временный вид на жительство, который был выдан в октябре-ноябре прошлого года волонтером украинской организации, которая занимается пропагандой и организацией массовых мероприятий. Отлично, правда? Парни заранее заботились получением вида на жительство, но вовсе не для переезда в соседнюю страну год назад, а про запас именно на тот случай, который им и выпал. Но это не побег, конечно же, что вы. Это выдворение людей, которые были так предусмотрительны, что еще год назад оформили себе документы для проживания в стране выдворения. Так что почти наверняка лидер белорусской оппозиции решила по-английски покинуть бесперспективный проект. Но какова же тогда ее дальнейшая судьба? Что все? Расходимся? Нет! Вы не задумывались о том, что помимо смены власти в Беларуси есть еще и второй, такой же выгодный для западных кукловодов, вариант, даже еще выгоднее? А заключается он в том, чтобы путем провокаций устроить такой сценарий, в котором Лукашенко, как подлежащие, и Путин, как сказуемые, устроили кровавое подавление народного восстания. А стало быть, ура, ура! Можно продолжать санкции, внешнеполитическую изоляцию, астракизм и прочие приемы по выдавливанию геополитических конкурентов с арены борьбы. Скажете, кровавое подавление народного восстания уже было? Не, оно каким-то неудачным вышло. Ну, что это такое? Всего три смерти. Да и то какие-то не впечатляющие. Надо, чтобы жертв были сотни, а лучше тысячи. Что ж, прочтите через такую призму эту новость одного из ведущих оппозиционных телеграм-каналов «Беларусь головного мозга» с говорящим названием «Народные дружины и самооборона». Ссылочка. Вот самые характерные фрагменты из инструкции. Для этих целей все обсуждения должны вестись только в закрытых чатах. Желательно даже не объявлять о создании дружины в открытых чатах ваших районов, откуда может утекать информация. Добавляйте только надежных и проверенных людей, которых знаете лично. Переводя на язык реальности, внезапно жители какого-нибудь дома или района обнаружат у себя незнакомых смотрящих, которые будут обеспечивать безопасность. Какими методами? А вот какими. Для начала надо сместить законных представителей ЖКХ или ТСЖ. Попытайтесь поговорить с представителями вашего ЖКХ или ТСЖ о том, что теперь они должны прямиком слушаться жителей или на крайний вариант не помогать карателям. Затем двор или дом буквально берутся в заложники. Необходимо сделать так, чтобы никто кроме жильцов подъезда и их знакомых не мог попасть в подъезд. Если же силовики по-прежнему получают доступ, попробуйте заменить домофонную дверь или чипы, не выдавая их никому, кроме самих жильцов. Обсудите с соседями совместные правила контроля доступа в подъезд. Получите полный доступ к крыше вашего дома. По возможности устанавливайте собственные системы видеонаблюдения. Сейчас это дешево. Все камеры, которые работают на карателей, должны быть выведены из строя или закрашены. Если ваш двор относится к тому, где каждый день идет борьба, обсудите возможные варианты блокировки въезда. На автобарахолоках полно дешевого хлама, который не обязательно регистрировать. Просто представьте себе шок обычных граждан, у которых заменили входную дверь в подъезд, перегородили въезд во двор какой-то колымагой, а на крыше угрожающей торчит парочка дозорных. Не войти, не выйти. Обстановка сериала «Ходячие мертвецы». А еще дружинники могут и в гости зайти, и если вы им не понравитесь, вычисляйте пособников, стукачей и карателей. Если они живут рядом с вами, обязательно рассказывайте это другим через листовки. И там, за закрытыми дверями, в недоступном подъезде и дворе, куда теперь нет доступа милиции, самые интересные революционные вещи и будут происходить. Наиболее красив в программе «Финал». Отдельным пунктом хотим обратиться ко всем честным спортсменам и мастерам единоборств. Ваши знания и групповые занятия сейчас очень неплохо помогут народу. И сразу становится ясно, чем именно и какими методами там собрались заниматься. Видимо, это уже завершающая стадия белорусской операции. Власти взять не удалось, теперь нужен мятеж, с подавления которого будут сняты медийные пенки. А люди, да что люди, кто их погибших и пострадавших в цветных революциях по всему миру считал? Григорий Игнатов. Белорусская революция затухает, кураторы требуют крови.